Глубоко уважаемые коллеги, в настоящее время опубликовано множество последних рекомендаций по лечению фибрилей и нетрепенин. Существует как минимум 4 принципиально занимающихся этой проблемой организации. Это две из них американских, национальная сеть онкологическая, это общество инфекционных болезней Америки и два европейских. Европейское общество медицинских онкологов и Европейская конференция по инфекциям и лейкозам. Их рекомендации обновляются ежегодно, какие-то раз в два года, поэтому они находятся все время впереди и полностью контролируют проблему. Фибрильная нетрепения это принципиально смертельное заболевание. Смертность 20-30 лет назад достигала 70-80%. Сейчас, к счастью, на фоне современных методов лечения удалось снизить смертность от этого заболевания в разы. И у онкогематологических больных смертность достигает 11%. При солидных опухолях она ниже и достигает 5%. Основной биосубстрат, который берется у больных с фибрильной нетрепенией, это кровь. Так как все остальные биосубстраты могут быть малоинформативными. И естественно из крови также мы не всегда высеваем ту или иную флору. Примерно 20-25% только крови у нас имеют рост. Тем не менее, если сеять кровь с той частотой, которая была рекомендована, в частности, для выявления грибковых инфекций, то высеваемость будет выше и, соответственно, мы сможем больше и лучше диагностировать инфекции у такой тяжелой группы больных, как больные с фибрильной нетрепенией. Обратите внимание, что по данным зарубежным, достаточно широким, это 499 кандидемий, проанализированных жаром Кластырски, у больных частота грамм положительных бактеремий составляла 57%, грамм отрицательных 34%. Но имеется обратная сторона с точки зрения летальности. Грамм отрицательной бактеремии при них смертность достигала 18%, летальность при грамм положительных бактеремиях 5%. И наиболее удручающий факт – это смертность при синегнойных бактеремиях, которая наиболее высокая среди всех инфекций кровотока и составляет 31%. Это говорит о том, что не потеряла актуальность тезис о том, что лечение должно обязательно включать препараты с антисинегнойной активностью. По нашим данным, в отделении гематологии онкологического научного центра за 2 года были выделены 102 штамма от 52 больных, соотношение грамм положительной флоры и грамм отрицательной было 2 к 1, и 17% составляли грибы. Из биоматериалов присутствовали различные, и 29 штаммов за 2 года были выделены и при инфекциях кровотока. Более подробно, при инфекциях кровотока также 58% была грамм положительной микрофлора, несколько меньше, чем в общем отмечалось грамм отрицательных микроорганизмов, но за счет увеличения кандид. Здесь в эту группу не вошли больные мицелиальными грибами. Это доказанные мицелиальные инфекции, о которых только что говорили, это зигомикоз, аспергиллоз. Это единичные больные, поэтому сами методы исследования другие, и статистическая программа идентификации микроорганизмов их не включает. Они идентифицируются другими методами. Поэтому здесь они не вошли в это исследование. Среди всех микроорганизмов, выделенных из крови, максимально часто встречались так называемые когулазонегативные стафилококки. Наиболее известным из них является эпидермальный стафилокококк, хотя их порядка 20. На втором месте была кандида парапсилозис, один из основных возбудителей катетер-ассоциированных инфекций. Далее энтерококки и далее в незначительном количестве синегнойная палочка псевдомоносырогеноза, кишечная палочка, кандида крузы, оценета бактербаумании, золотистый стафилококк и клепсиела пневмония. Все инфекции при развитии феврильной нитропинии подразделяются на три группы. Лихорадка неясного генеза, когда нет установленного клинический или микробиологический диагноза инфекции, микробиологически доказанная инфекция, проявлением которой является бактериямия, и клинически документированная инфекция. Так вот, в зависимости от того, к какой группу риска относится больной, соотношение этих различных видов инфекций может быть различным. Так, у больных группы низкого риска частота лихорадок неясного генеза достигает 70%. Что касается бактерий, их частота не превышает 5-10%. У больных группы высокого риска частота лихорадок неясного генеза ниже и составляет до 50%, и значительно выше частота бактерий, 25-35%. Какие же больные могут быть отнесены в группу риска? Пару десятилетий назад была разработана шкала мультинациональной ассоциации по поддерживающей терапии МАСК, и больная оценка по этой шкале позволяла отнести больных в группу высокого или низкого риска. Менее 21 балла – это была группа высокого риска. Но нельзя не учитывать, что это пациент с глубокой нейтропенией, с достаточно длительной нейтропенией более 7 дней, имеющей сопутствующие заболевания, как то гемодинамическая нестабильность, мукозиты, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, изменение неврологического и ментального статуса, наличие катетер-ассоциированной инфекции, появление новых импельтратов в легких и сопутствующих хронических заболеваниях легких, а также органная недостаточность, печеночная, почечная. На протяжении многих лет группы, изучавшие фибрильную нейтропению, установили стандартную терапию первой линии, эмпирическую терапию лечения фибрильной нейтропенией. И здесь я показала, что это были работы начиная с 1997 года, а может быть даже и ранее. И ничего в этих работах не изменяется. 5 препаратов рекомендуется в монотерапии в первой линии лечения фибрильной нейтропенией. Это 5 бета-локтамных антибиотиков. Единственное, о чем говорят сейчас, что выбор зависит не только от состояния больного группы риска, но и от локальных микробиологических данных. И второй предлагаемый вариант – это комбинированная терапия. Уже много лет обсуждается целесообразность комбинации с аминогликозидами. Два мета-анализа были проведены больших. Первый состоял из 47 исследований. Второй из 29 исследований. И видно, справа указан относительный риск, который характеризует соотношение между бета-локтамами и комбинацией бета-локтамов с аминогликозидами. Риск – вот здесь параметры, которые пытались оценить. Таким образом было показано, что смертность от любых причин, смертность от инфекций, свидетельствовала, была лучше, была меньше при монотерапии. Это свидетельствовало в пользу монотерапии. У больных с бактериемией смертность также была реже при монотерапии. Частота грибковых суперинфекций была реже при монотерапии. Ну и, соответственно, количество нежелательных явлений и нефротоксичность. В результате этого консенсусного конференций была выработана стратегия, что можно проводить монотерапию, и она столь же эффективна, как и комбинированная терапия бета-локтама и аминогликозиды. Это было заявлено в 2005 году. Но, тем не менее, было сказано, что у ряда больных с тяжелым сепсисом или септическим шоком на фоне нитропинии, у больных в отделениях, где имеется высокая частота выделения синегнойной палочки или подозрения на инфекцию, вызванную синегнойной палочкой, у больных с пневмонией на фоне нитропинии есть показания к добавлению аминогликозидов. Второй вопрос, который рассматривался, это комбинация с гликопептидами, а точнее с ванкомицином. Здесь результаты были не столь однозначны. Так, смертность от любых причин при добавлении гликопептидов или ванкомицина не снижалась. С другой стороны, частота клинического эффекта без модификации терапии была выше при добавлении гликопептидов. Существуют еще так называемые инфекции прорыва, которые возникают на фоне вроде бы адекватного лечения теми штаммами, которые оказываются нечувствительны к проводимому лечению. И вот эти инфекции прорыва свидетельствовали в пользу необходимости добавления гликопептидов. Но, соответственно, как и в случае аминогликозидов, частота побочных эффектов и нефротоксичность при добавлении ванкомицина были выше. И была сделана рекомендация о том, что назначать ванкомицин в первой линии лечение фибрильной нейтропинии целесообразно при наличии колонизации у больных метицелинрезистентным золотистым стафилококом, аббревиатура МРСА, у больных, у которых имеется гипотенция или шок, у больных, у которых имеются инфекции кожи и мягких тканей или катетерассоциированной инфекцией. Мы много лет жили по этим рекомендациям. И вот сегодня была лекция Натальи Владимировны Дмитриевой по поводу антимикроорганизмом резистентности микроорганизмов. И вот мы столкнулись с тем, что в разных стационарах имеется все более широкое распространение, приобретают микроорганизмы, резистентные к тем или иным антибиотикам. Есть ли какие-то изменения под влиянием этой резистентности? Уже сегодня говорили о резистентных микроорганизмах, я кратко повторюсь. Это эндоробактерии, продуцирующие бета-лактомазы расширенного спектра действия. Английская аббревиатура ЕСБЛ или БЛРС, русская аббревиатура. Они фирментируют цифалоспорины третьего поколения, которые, в частности, используются для лечения фибрильной нитропинии, например, цифтезидим. Энтеробактерии-продуценты карбопенемаз, которые разрушают всеми нами любимые карбопенемы. Тейнам, Миранем. Стенатрофамоносмальтофили. Микроорганизм природно резистентный к большинству антибиотиков, чувствительный только к двум антибиотикам, бисептолу и тиментину. Мультидраг-резистент, то есть с множественной лекарственной резистентностью, аценетобактер баумании и синегнольная палочка псевдомоносырогеноза. Метицелин-резистентные золотистые стафилококи и метицелин-резистентные колгулазонегативные стафилококи, которые, как я уже говорила, представителем является эпидермальный стафилококк. Вангометцин-резистентные интерококи. Возможно, появятся какие-то еще. За рубежом нередко можно встретить работы под названием Bad Bugs, No Drugs, то есть плохие микроорганизмы, а лекарств против них нет. И предложена такая аббревиатура SKP, или напоминает слово ESCAPE. Они по первым буквам микроорганизмов, наиболее резистентных с их точки зрения, на которые следует обращать внимание, сделали вот эту аббревиатуру. В эту группу этих микроорганизмов вошли энтерококкус фетсум, золотистый стафилококк. Они туда же включили еще кластридиум дефицили. Это анаэробный микроорганизм, который проявляется в виде антибиотика, ассоциированной диареей или псевдомембранозного колита. То есть это тоже потенциально смертельное заболевание, которое является осложнением не всегда адекватной и мощной антибактериальной терапии. И мы можем, крайне редко есть специальные среды, позволяющие идентифицировать данный микроорганизм, но существуют методы, позволяющие выявить их токсины, этих микроорганизмов, и на основании этого установить диагноз и правильно лечить. При установлении диагноза лечится это двумя, по крайней мере, антибиотиками, метронитозом или ванкомицином. И может успешно лечиться. Но главное здесь установить диагноз. Ну и другие микроорганизмы, которые я уже называла, цинитобактер, псевдомоноз, различные энтеробактерии, включая энтеробактер, клепсиелу, кишечную палочку. Итак, по каким параметрам осуществляется выбор эмпирической терапии в эпоху растущей резистентности? Следует ли модифицировать эмпирическую терапию? И какая терапия может считаться наилучшей в лечении документированных инфекций, вызванных резистентными бактериями? Были разработаны факторы риска инфицирования резистентными микроорганизмами. В первую очередь туда отнесли, к сожалению, использование нами широкоспектральных антибиотиков, а именно цифалоспорин третьего, особенно поколения, ну и в меньшей степени четвертого. Тяжесть состояния больного в результате таких заболеваний, как сепсис, пневмония, а также больных в терминальной стадии основного заболевания. Наличие назокомиальной или госпитальной инфекции. Длительная госпитализация или повторной госпитализации больного. Пребывание больного в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мочевые катетеры, которые являются независимым фактором риска инфицирования резистентными микроорганизмами. Пожилой возраст больных. Особое внимание хочу еще раз уделить тому, что необходим учет локальной резистентности. Помимо факторов риска, значительную роль играет именно микробный пейзаж, который имеется в том или ином отделении, в том или ином учреждении. Факторы, предсказывающие осложненное лечение фибрильной нитропинии. Пожилой возраст. Пребывание больного в стационаре. Длительное пребывание больного в стационаре и момент развития фибрильной нитропинии. Длительная и выраженная аплазия. Наличие сопутствующих заболеваний, в том числе кровотечения, дегидратации, органонедостаточность, наличие хронических заболеваний. Шок, гемодинамическая нестабильность, гипотензия. И наличие локализованной инфекции, например, пневмонии, катетерассоцированной инфекции и так далее. На основании всех совокупных данных был предложен, вот на последней конференции Европейского общества по инфекциям и ликозам, были предложены два подхода. Первый из них так называемый эскалационный подход. То есть первоначальный режим направлен на обычные энтеробактерии и синегнойные палочки. Нерезистентный, непродуцирующий беталактомазы расширенного спектра действия, карбопенемазы, множественные лекарственно-резистентные микроорганизмы. Сюда можно отнести три препарата, которые соответствуют этому. Это цифтезидим или фортум, цифипим или максипим, и прицелин тазобактам или тазоватазоцин. Но только если они не в комбинации с какими-либо другими препаратами. Ни с вангамицином, ни с торхиналом, ни с аминогликозидным. За такой подход. Это то, что позволяет избежать раннего использования карбопенемов. Соответственно, меньшая токсичность, меньшая цена, меньшая селекция карбопенемных бактерий. Против это то, что если эмпирическая терапия окажется неэффективной, то прогноз у этого больного ухудшается. Второй подход, наоборот, деэскалационный. Первоначальный режим перекрывает резистентные микроорганизмы или микроорганизмы с множественной лекарственной резистентностью. Это карбопенем, который назначается вместе или без препарата, направленного на лечение гран-плюс инфекции вангамицина или других. Или комбинированная терапия любого бета-лактама, перечисленных для первой линии, с аминогликозидом или вторхиналонами, или колистином, или вангамицином и так далее. В чем может осуществляться деэскалация? В отмене вот этих препаратов аминогликозидов, вторхиналона, вангамицином, колистином и так далее. Или наоборот, их сохранение на переход на более узкоспектральные антибиотики. Предположим, карбопенемы заменяются на цефалоспорин 3-4 поколений или на тазоцин. За подход деэскалационный. Более вероятно достичь эффекта в первые 48 часов после получения микробиологических данных. Против, не оправдано широкое использование широкоспектральных антибиотиков, в частности карбопенемов, у многих пациентов. Частая ошибка, к сожалению, ненамеренная, но она имеет место, не производится деэскалацией. Даже в тех ситуациях, когда это возможно. Соответственно, риск селекции резистентных бактерий, в том числе и карбопенем резистентных, повышается. И надо иметь в виду, при этих двух подходах, что и эскалация, и деэскалация, независимо от того, какое бы приняло решение, должна производиться в сроке между 24 и 72 часами от начала лечения фибрильной нитропенемы. Если говорить широко, деэскалация показана в ситуациях, если у больного имеются осложнения органной инфекции, гипотензии, другие осложнения в момент начала фибрильной нитропенемы. Это пациенты, которые имеют факторы риска резистентной инфекции, перечисленные много выше. Это учреждения, где резистентные возбудители регулярно высеваются, выделяются в момент начала фибрильной нитропенемы. И деэскалация возможна в тех ситуациях, когда осуществляется постоянный микробиологический контроль за этими больными, чтобы не пропустить рецидивы инфекции. Те же рекомендации подтвердили то, что начальная эмпирическая терапия больных, даже высокого риска больных, но с неосложненным течением фибрильной нитропенемы в начале, то есть это чаще всего больные, которые имеют лихорадку неясного генеза, таким образом манифестирует она у них, должны получать лечение антисинегнойными цифалоспаринами. На первом месте ставится цифипим, также цифтезидим или фортум, но он, как уже говорили, является индуктором, это лактомаз расширенного спектра действия. Также пипероцелинтазобактам или тазоцин, или антисинегнойный карбопенем. Но лучше, так сказать, по возможности его избегать, потому что его лучше сохранить для более тяжелых больных. Повторно вернулись к вопросу о добавлении аминогликоазидов. В принципе, то же самое добавляется у тяжелых больных с септическим шоком пневмонии, если вероятны резистентные, не ферментирующие в первую очередь возбудители, это цинетобактер и синегнойная палочка, что основывается на локальных эпидемиологических данных, данных из предыдущих исследований микробиологических. И обратите внимание на последнюю строчку, к сожалению, предшествующее использование в течение последнего месяца карбопенемов является фактором тоже риска присоединения резистентных неферментирующих возбудителей. Возможно, у таких больных имеет смысл с самого начала проводить комбинированную терапию. Еще раз вернулись к вопросу о включении антиграмм-плюс препаратов, в частности банкомицина. Здесь рекомендации остались прежними. Признаки сепсиса септического шока пневмонии, колонизации МРСА или некоторыми другими резистентными грамм-плюс организмами, подозрения на катетеросицированную инфекцию и инфекции кожи и мягких тканей. Через 24-72 часа должен оцениваться режим лечения фибрильной нитропинии. Если планируется предпринять эскалационный подход, то есть начались с цифтезидима, цифепима и так далее, и возбудитель идентифицирован, лечение проводится на основании антибиотика граммы, можно привлекать специалистов по госпитальным инфекциям. При одинаковой эффективности отдаётся предпочтение препаратам более узкого спектра действия. Если одинаковая эффективность у тазоцина, цифалоспоринов и карбопинемов, то как у препаратов, менее индуцирующих резистентность, отдаётся предпочтение тазоцина. Если возбудитель не идентифицирован, а пациент стабилен, и температура у него нормализовалась за предложенный срок 24-72 часа, то терапия не меняется, эскалации не производится. Если сурцент стабилен и лихорадка сохраняется, то проводится та же терапия, эскалации не производится, но осуществляется диагностический поиск с целью уточнения возможных очагов инфекции. Сохранение только лишь лихорадки не является критерием для эскалации антибиотиков. Единственный критерий эскалации – это ухудшение состояния больного. Если говорить о предполагаемом деэскалационном режиме, когда через 24-72 часа нужно принять решение о деэскалации, если идентифицирован возбудитель, то рекомендации ровно те же, что и при эскалационном подходе. Если возбудитель не идентифицирован и пациент стабилен, если у этого пациента температура нормальная, но известно, что в момент начала фибрильной нитропинии у пациента был септический шок, была пневмония, терапия у больного не меняется, деэскалация не производится. Если же больной стабилен через 24-72 часа, у него нормальная температура и в момент начала фибрильной нитропинии он был стабилен, у него не было тяжелых осложнений, то проводится деэскалация и осуществляется диагностический поиск. И диагностический поиск осуществляется в той ситуации, если при устабильного пациента, не имевшего осложнений на момент начала фибрильной нитропинии, сохраняется лихорадка. Если пациенту хуже, терапия модифицируется или меняется. В ряде случаев добавляются грибковые или противовирусные препараты. Каков должен быть уровень резистентности, чтобы изменить начальную эмпирическую терапию? Нет таких данных в литературе. Но при оценке резистентности в конкретном учреждении нужно учитывать частоту выделения резистентных ключевых возбудителей. Я о них уже говорила. Частоту инфекций, вызванных резистентными бактериями. И заболеваемость и смертность именно от резистентных бактерий. По нашим данным, из крови больных, как я уже говорила, за два года были выделены 29 штаммов микроорганизмов. И из крови наиболее частыми были когулазы, негативные стафилококки. Их частота составила 44,8%. На втором месте были энтерококки. Оба представители грамм положительной микрофлоры. Но справа показано наличие или отсутствие резистентности у выделенных микроорганизмов. Начнем сверху. Что касается энтерококков, энтерококкус фекалис, энтерококкус фециум. Все энтерококки были чувствительны к ванкомицину, ленизолиду и даптомицину. Это говорит о том, что вот эти препараты ленизолид и даптомицин, которые в принципе работают при грамм положительных инфекциях, могут быть оставлены как препараты резерва. И больные могут получать эффективно, без боязни, получать ванкомицин. Золотистый стафилококок был один. Он был чувствительный к оксоцилину и не являлся резистентным. То есть ситуация с грамм положительными энтерококками и золотистым стафилококком у нас очень хорошая. Что касается когулаза негативных стафилококков, здесь ситуация несколько хуже. 67% из них были метицелинрезистентными. Но эти стафилококки также могут лечиться использованием ванкомицин. Что же касается грамм отрицательной флоры. Да, возбудителей грамм отрицательных бактерий у нас было немного. Но ацинетобактербауманию у нас был один, но он был мультидракорезистентный. Синегнойная палочка была одна, также была мультидракорезистентная. Клепсиелла была одна, она продуцировала бета-локтомазы расширенного спектра действия. И, к сожалению, была промежуточная чувствительность к карбопинемам. Мы еще не дошли до карбопинеморезистентных энтеробактерий. Но вот этот очень настораживающий факт. Кишечная палочка, их было две, они были обе чувствительные. Частота вообще среди всех кишечных палочек, которые выделялись за эти два года у онкогиметологических больных, их было шесть всего микроорганизмов из разных локалий. И из них только один был ЕСБЛ-продуцентом. То есть кишечные палочки достаточно у нас чувствительные. И что можно сказать на основании наших данных? И также это мнение специалистов по лечению фибрильной нитропинии. Процент резистентных штаммов в конкретном подразделении, в конкретном учреждении может быть высоким. Но при этом частота самих инфекций может быть низкой. Это тоже, вот это соотношение нужно учитывать. Если имеется не лихорадка неясного генеза и требуется не эмпирическая терапия, а требуется терапия доказанной инфекцией. Здесь перечислены препараты против резистентных грамм положительных возбудителей. На первом месте это банкомицин. В нашем случае вполне его достаточно. Остальные препараты могут использоваться при резистентных к банкомицину возбудителях. Но каждый из этих препаратов имеет свои плюсы, свои минусы. Сегодня много говорилось, в частности, о ленизолиде. Что касается даптомицин, то он не показан при лечении пневмонии. Тегициклин имеет низкую концентрацию в крови. Мало изучен при фибрильной нитропинии. При лечении тегициклина наблюдалась более высокая смертность, чем при использовании компараторов, особенно при вентиляторе с цирной пневмонии. Тоже здесь препарат, который неоднозначно можно рекомендовать даже как препарат резерва. Что касается резистентных грамм отрицательных возбудителей, я не буду подробно останавливаться. Сегодня об этом говорили. Но если это ЕСБР-продуценты, то это карбопинемы. Если продуцируется карбопинемаза, то это комбинации, которые могут включать колестин. За рубежом такую рекомендацию давать легко. У них есть и тривенный колестин, у нас есть только ингаляционный. Может быть, это добавление, если нет возможности больному привезти этот колестин, может быть, добавление аминогликозита, или тегициклина, или фосфомицина. Это тоже препарат, который достаточно и достаточно токсичный, и у нас очень редко используется. Что касается мультикдракорезистентных синегнойных палочек, также комбинации практически тех же препаратов. Ацинетобактер комбинации тех же препаратов. Что касается стенотерфамона с мальтофили, здесь может использоваться комбинация бисептола с каким-то беталактамом, предпочтительно тикорцелином, клавуланатом, и, возможно, с добавлением какого-то из двух вторхиналонов, цифрофлоксацина или моксифлоксацина. Доказано, что комбинации увеличивают эффективность эмпирической терапии при резистентных возбудителях. Здесь отмечено, что для ЕСБЛ, продуцента кишечной палочки, клепсиеллой пневмонии, синегнойной палочки, разница между использованием комбинаций и монотерапией была достоверной. Это на большом материале, ретроспективном анализе, около 5000 грамм отрицательных бактерий. Следует иметь в виду, при назначении комбинации больным с подозрением на резистентную инфекцию, если больным с доказанной резистентной инфекцией, комбинация может быть активной, даже есть резистентность к одному антибиотику. И даже инвитеровские данные позволяют предположить некоторую выгоду комбинированной терапии, даже если возбудитель резистентен к обоим препаратам. Что касается длительности антибиотикотерапии при фибрильной нитропинии. Последние рекомендации предлагают различать разные клинические ситуации. Если это может быть эмпирическая терапия по поводу лихорадки неясного генеза, документированная инфекция, больные могут иметь высокий или низкий риск развития тяжелой инфекции. Это могут быть больные с длительной или кратковременной нитропинией, пороговым значением между ними является 7 дней. Если речь идет о лихорадке неясного генеза, то длительность терапии при этом учитывается следующее. Рецидив лихорадки и бактериальной инфекции, по мнению европейских специалистов, не зависит от того, когда прекращена терапия, во времени нитропинии или после ее разрешения. А с другой стороны, при адекватной антибактериальной терапии, смертность больных с лихорадкой неясного генеза низкая. И это привело к тому, что были даны, может быть, с нашей точки зрения, парадоксальные рекомендации, но они отражены в этих рекомендациях Европейского общества по лечению инфекций и лейкемии. Если у больного лихорадка неясного генеза на фоне нитропинии, можно прекратить терапию спустя 72 часа или более, как получится. Если пациент без лихорадки более или равно 48 часов, и пациент стабилен, независимо от числа нитрофилов и ожидаемой длительности нитропинии. Эта рекомендация резко отличается от рекомендаций для данной для лечения документированной инфекции. Так, терапия антибиотиками при клинической и микробиологической доказанной инфекции продолжается до эрадикации возбудителя, при этом должны разрешиться все симптомы инфекции. Терапия должна продолжаться не менее 7 дней, из которых не менее 4 дней без лихорадочного периода. Что касается профилактики фибрильной нитропинии, об этом тоже было множество копий сломано по поводу профилактики. Современные рекомендации говорят о том, что ее следует рассматривать у больных высокого риска с ожидаемой длительной и глубокой нитропинией, и наиболее часто с этой целью используются левофлоксацин и цифрофлоксацин. При этом необходим систематический мониторинг резистентности к второхиналонам. К сожалению, резистентность к ним растет, и в частности это связано с широким и не всегда оправданным использованием профилактики. Добавление антиграмм-плюс препарата к второхиналонам не рекомендуется. И у больных из группы низкого риска с ожидаемой нитропинией менее 7 дней антибактериальная профилактика не проводится. Если говорить о начале антибиотикопрофилактики второхиналонами, то она должна начинаться вместе с химиотерапией и продолжаться до разрешения нитропинии или начала эмпирической терапии по поводу фибридной нитропинии. К сожалению, широкое использование антибиотиков вызывает так называемый коллатеральный или побочный ущерб в том, что более часто наблюдаются грибковые инфекции. Показано, что при длительной нитропинии частота хронического диссеминированного кандидоза примерно в 11,5 раз выше, чем в отсутствии такой длительной нитропинии. При антибиотикопрофилактике второхиналонами частота хронического диссеминированного кандидоза выше в 3,85 раза. Кроме того, использование антибиотиков широкого спектра действий является фактором риска развития кандидомии, так же, как и наличие внутри сосудистых катетеров. Показанием к эмпирической противогрибковой терапии является, во-первых, подозрение на грибковую инфекцию пациентов высокого риска с длительной нитропинии при наличии местных симптомов – мукозиты, стоматиты, эсофагиты, симптомы поражения синусов по данным компьютерной томографии, пневмонии. Более известен алгоритм, когда больной группы высокого риска с лихорадкой более 4 дней клинически стабильной на фоне нейтропинии при отсутствии разрешения лихорадки предполагается у него грибковая инфекция и больной начинает получать противогрибковую терапию. Здесь учитываться должна, какая проводилась профилактика, проводилась ли вообще. Если больной получал профилактику флюконозолом, то здесь возможны два варианта. Проводится либо упреждающая терапия по результатам компьютерной томографии и галактомонаны, или эмпирическая терапия эхинокандинами, вориконозолом или препаратами амфатерицин-РП. Причем, наверное, эхинокандинами здесь предпочтительны. И если больной получал профилактику вориконозолом или позаконозолом, в эмпирической терапии обязательно должна проводиться другим классом препаратов. Опять же, эхинокандинами или препаратами амфатерицин-РП. И здесь перечислены препараты. Николай Николаевич Клинко в какой-то степени касался этого вопроса. Это из этих рекомендаций, которые были разработаны им с другими специалистами в области грибковых инфекций. Что касается противогрибковой профилактики, то следует различать противокандидозную профилактику, которая показана при аллотрансплантации стволовых клеток, интенсивной индукционной терапии острых лейкоз. И она может проводиться разными препаратами, начиная с флюканозола и заканчивая гориконозолом, гаспофонгином. Что касается противоаспергелезной профилактики, то у отдельных больных при интенсивной терапии острого милобластного лейкоза или милодиспластического синдрома у больных, ранее перенесших аспергелез, при ожидаемой пролонгированной нейтропении более 2 недель, нейтропении при трансплантации стволовых клеток. Это, как правило, гориконозол, также обсуждается позаконозол. И у больных группы низкого риска профилактика не показана. Здесь перечислены препараты, как я уже сказала, у больных с длительной нейтропении рецепиентов Алла-ТГСК. Это позаконозол, флюканозол в отдельных ситуациях. Сейчас, скорее всего, эти рекомендации будут пересмотрены. Вориконозол. Ну, и траконозол у нас, к сожалению, имеется только в пероральной форме, поэтому эта рекомендация также невыполнима. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Николаевна. У кого есть какие-либо вопросы? Пожалуйста. Какое звено иммунитета страдает при нейтропении? И вследствие это, наверное, резистентность? Вот все это обшлядано. Мы бьем неизвестно, что, против какого врага идем. Итак, не перечислено. Вы знаете, ну, нельзя напрямую связать резистентность со звеном иммунитета, который выражается при нейтропении. Лихорадка вот эта. Лихорадка, это, как правило, отражает наличие латентной, некой латентной инфекции у больных с нейтропенией, поэтому больные с фибрильной нейтропенией и получают антибиотики, потому что они все рассматриваются как больные с доказанной или с потенциальной инфекцией. Нейтропения сама по себе очень опасное осложнение химиотерапии. И здесь, конечно, имеется нарушение различных иммунологических аспектов в организме. В первую очередь страдают сами нейтрофилы. Изменяется соотношение клеток и крови. Меняется соотношение лимфоцитов, соотношение между Т и Б лимфоцитами. Но связать это напрямую с резистентностью сложно, потому что резистентность – это приобретение микроорганизмами факторов резистентности генетических в процессе той или иной терапии. И таким образом микроорганизмы приспосабливаются к нашему лечению. И ведь на самом деле резистентность мы наблюдаем в значительной степени и очень часто не только у больных с фибрильной нейтропенией. Как раз по нашим данным у нас резистентность у больных с фибрильной нейтропенией даже ниже, предположим, чем резистентность в хирургических реанимациях. Он, в частности, в нашей. Там, где множество применяется антибиотиков широко, где тяжелый контингент больных, там появляются резистентные микроорганизмы. Они могут потом разноситься, когда больной мигрирует из отделения реанимации, в то или другое отделение, в том числе в отделение гематологии. Они могут разноситься и в том числе с руками, как Наталла Зимна говорила, на историях болезни, на фонендоскопах, на столах обнаруживаются резистентные микроорганизмы. Но прямой связи глубиной иммунологического дефицита, который может наблюдаться при нейтропенией и резистентностью, конечно, провести невозможно. Но она есть, конечно. Спасибо. У кого-то еще есть вопросы? Хорошо. Спасибо большое еще раз, Елена Николаевна. Переходим в заключительные лекции.